всем привет я очень рада видеть вас в этом видео сегодня мы с вами поговорим о косметике я очень соскучилась как всегда делаешь небольшую паузу снимает больше влогов и хочется как-то поделиться своими впечатлениями о косметике рассказать о чем-то классном или наоборот что-то поругать но в этом ролике будут только мои любимые проверенные средства которые мне приятнее всего использовать когда солнце немного сбавляет свои обороты и также они лучше всего себя проявляют так что давайте сегодня покопаемся в моей косметичке поехали начнем мы с вами с лица а именно с тональных кремов есть несколько новинок которые я приобретала и старинок которые кочуют со мной из сезона в сезон ну слишком люблю эти средства не могу их не упомянуть и также я буду давать как более дорогие так и побюджетнее опции чтобы у вас также был какой-то выбор если вы ориентируетесь на то что нравится и подходит мне я не знаю как вы но я очень люблю в холодное время года как будто укрыть свою кожу одеялом и защитить ее от потери влаги это раз а вторых от переменной температуры когда выходишь на улицу холодно приходишь домой жарко и также от какого-то ветра возможно от мороза и у меня гораздо меньше шелушений гораздо меньше каких-то непоняток когда я использую хотя бы легкий а еще лучше в комплексе и увлажняющие дополнительно подсвечивающие тональный крем к счастью таких на рынке сейчас огромное количество и есть из чего выбирать первое что я держу в руках это тона тесте lauder я его покупала где-то в начале лета когда все о нем заговорили мне стало настолько интересно потому что по описанию мне казалось что я идеальный клиент для этого тона отправилась я в сифору и попросила подобрать мне оттенок мне пришлось подождать прежде чем я начну его использовать потому что консультант настаивала на том чтобы я взяла оттенок который при искусственном освещении как бы был окей и пока я не загорела он был слишком темным таким слишком теплым для меня но сейчас он хорошо мне подошел даже чуточку светловат сегодня я им накрашена и вы знаете это очень интересная формула потому что он легкий по своей текстуре но он дает от легкого к среднему покрытию то есть его можно настаивать и он очень очень хорошо увлажняет у меня он не забивается в поры не проседает какие-то складочки и здесь также есть spf 45 вот летом когда жарко не всегда хочется его наносить потому что он такой прям супер увлажняющий и осень и зима это как раз самое подходящее время для такого плана средств потому что у него сияющий такой влажноватый финиш можно его зафиксировать любой прозрачной пудрой все у вас будет с ним прекрасно я знаю что даже девушки у которых жирная или комбинированная кожа склонная к жирности также его хвалят поэтому я думаю что стоит отправиться магазин и взять какой-то тестер какой-то пробник чтобы нанести его но если у вас сухая нормальная кожа и вам нравится по описанию то что я только что рассказала то я думаю что стоит обратить на него внимание он очень очень классный конечно же классика жанра это бренды на в коллаген мне очень нравятся эти тональные особенно отбеливающий этот еще с полным покрытием spf 50 с пептидами вот эти три тональных крема они очень красиво ложатся на кожу они дают такой тоже влажный эффект на лице мне с ними не тяжело они наоборот являются для меня таким защитным барьером на мне шикарно держится в течение дня и мне не забивают поры но я знаю что некоторые на это жалуются вообще я наверное долго буду упоминать этот тон потому что давно меня ничего так сильно не впечатляло не уверена что этот тон все еще есть продажи но на всякий случай упомяну мне кажется что больше всего вот этот новый от Estee Lauder похож на Shiseido Synchro Skin Glow у меня этот есть в двух оттенках мой после лета и на лето это N3 и мой зимний оттенок это N2 это так роскошно так люксово в хорошем смысле этого слова выглядит на коже вот красишься им и лицо сразу преображается и наверное вот этот тон от Estee Lauder ближе всего по эффекту на коже к этому тону от Shiseido и поэтому если все таки этот тон от Shiseido исчезнет с прилавков я знаю чем я смогу или попытаюсь его заменить все все тональные кремы которые я сегодня показываю классно подходят для повседневного использования то есть на каждый день или даже если я снимаю видео то я наношу один из них если чего-то там другого не тестирую и последний тон от марки Everline в такой скромной упаковке он самый бюджетный он стоит действительно копейки но поверьте мне что это как ваша кожа только лучше он очень хорошо увлажняет его часто используют польские визажисты его часто рекомендуют польские блогеры это не спонсированная информация это видео я снимаю полностью от себя вот показываю то чем я действительно пользуюсь и этот тон часто также подмешивают в какие-то более плотные типа Estee Lauder Double Wear чтобы они красивее как бы сливались с кожей чтобы они более естественно смотрелись на лице и это тональный крем под названием Selfie Time они говорят что это и консилер и также тон но я иногда наношу его под глаза не всегда но в качестве такого тона который хорошо выравнивает оттенок который и увлажняет и дает вот этот влажный финиш который так сильно нравится мне советую вам попробовать у них также удачные оттенки я как-то делала полностью обзор на эту новинку и там я показывала все свотчи у меня сейчас самый темный оттенок 07 beige и он как раз такой немножечко загорелый но у меня есть и более светлые оттенки и даже если у вас нет подходящего тона после лета то можно на какое-то время купить себе что-то подешевле или же смешивать его с другими дальше у нас с вами по программе пудры на все лицо в принципе могу не наносить пудру в такой обычной жизни если снимаю видео то всегда фиксирую консилер под глазами моей любимицей от туфейст это не так интересно но такой настоящей изюминкой в моем макияже являются сияющие пудры они не матируют лицо они просто как бы зашлифовывают кожу они сглаживают ее они подсвечивают ее они также помогают подтушевать края теней например чтобы сделать такую прям идеальную дымку или растушевать бронзер если что-то пошло не так когда вы красились или просто для того чтобы придать коже опять же вот этот восхитительный лоск и это пудра которые дают немножечко покрытием которые могут подчеркнуть неровность кожи особенно если например у вас есть закрытые комедоны но всем остальным и даже тем у кого есть прелестные возрастные морщинки я советую попробовать потому что это светоотражающие пудры которые визуально сглаживают лицо так что берите на заметку и я подготовила три моих самых любимых пудры первая от ауэр глаз она уже к сожалению заканчивается и если надо будет я докуплю и полноразмерный формат забыла достать свои метеориты да метеориты это тоже такой осенне-зимний продукт тоже подсвечивающая пудра и метеориты не дают дополнительного покрытия они просто матируют кожу и подсвечивают просто не просто это очень классное средство но это две разные пудры вы часто спрашиваете какую я бы выбрала смотря для каких целей эту пудру я бы также хотела подарить своей маме но по почте боюсь отправлять следующая пудрочка тоже такого же формата это лора мерсье у меня в оттенке 1 я считаю что это самая универсальная по цвету пудра потому что все следующие оттенки там второй третий они уже как легкие бронзеры и делают каждый тон темнее поэтому учитывайте это а сама по себе пудра вот такая запеченная очень-очень красивая называется candle glow все характеристики которые я давала вначале можно применить каждой из трех пудр которые я сегодня показываю просто выбирайте одну из них все они одинаково хороши следующая пудра и последняя от марки golden rose из линейки nude look и единственный минус это то что есть только один оттенок и он не самый светлый то есть это для меня аналог hourglass но если сравнивать с лорой мерсье то лора светлее сейчас для меня она немножечко светловато а вот это как раз хорошо и когда чуть-чуть загорелая или после автозагара отменно а так она конечно просто обалденная очень красиво дорого выглядит на лице несмотря на свою скромную упаковку и абсолютно доступную цену за последние три недели я вообще ни разу не воспользовалась ни тушью ни тенями и сегодня уже сильно разгулялась и как раз вот осень и зима это то время когда хочется по максимуму использовать тени и сейчас мне очень по душе такая ягодна сливовая гамма и также хочется делать матовый макияж я сегодня была на полпути и потом дай-ка я попробую сияющие пигменты дальше все было как в тумане и сейчас у меня есть три тех палетки которые меня больше всего вдохновляют первое это одна из самых любимых в моей коллекции от наташи диноны я рассказывала о ней подробнее видео о фаворитах за лето поэтому сейчас не буду подробно останавливаться но качество этих теней и вообще оттенки и то какой эффект получается на глазах с этими тенями это нечто фантастическое и палетка у меня под названием 2 следующая любимица даже не просто на осень а даже на каждый день нравится мне она это рубиновый гламур от марки эвелайн настолько красивые удачные оттенки благодаря которым я могу сделать на как такой легкий сияющий макияж на каждый день так и что-то более такое гламурное что-то потемнее сегодня я накрашена этими тенями помимо сияющего пигмента который я покажу в бюджетных находках у меня столько всего насобиралось поэтому материала ого-го снимай не хочу эти тени пожалуй лучше своей ценовой категории поэтому пользуюсь сама рекомендую вам интересные трендовые вдохновляющие оттенки также палетка которая досталась мне в пиар рассылки я вам ее показывала это бренд джеффри стар blood sugar и вот я раньше думала что это вообще не моя марка что там ничего для меня нет но эта палетка вот какая-то манящая к себе за счет формулы теней во-первых здесь супер пигментация во-вторых они очень классно тушуются и в третьих здесь есть те оттенки особенно матовые которые я люблю использовать даже в повседневном макияже чтобы просто подчеркнуть архитектуру глаза или когда просыпаешься и как бы складка века где-то отсутствует где-то затерялась во время сна ее нужно заново нарисовать также здесь присутствуют те оттенки теней которые очень красиво подчеркивают радужку каждых глаз я не знаю почему но мне эта палетка казалась какой-то совершенно не носибельной именно в моем случае в жизни все оказалось несколько иначе я с трудом представляю себе свой макияж без румян часто сейчас использую помаду то есть ту которую наношу на губы немного на щеки но мне было интересно попробовать новинку от фэнти бьюти это кремовые румяна это даже не совсем кремовые сейчас скажу почему я пошла в сифору когда они у нас появились я кстати не ожидала что они будут настолько маленькими я посмотрела на цвета и совершенно неожиданно для себя выбрала вот этот ноль четвертый супер яркий такой барби розовый все потому что я знала что это не совсем кремовые тени тени румяна это больше гелевая формула и в жизни на коже они не такие яркие их не нужно там как-то специфически растушевывать просто бьюти блендером раз 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 прошлась и свежачок супер фреш на лице и эти же румяна я часто использую просто в дуэте с карандашом для губ вместо помады очень такой интересный эффект омбре на губах получается и на щечках это очень мило это очень красиво особенно если вы любите макияж без макияжа я не пробовала использовать эти румяна поверх пудры также не использовала с фиксирующимися тональными средствами с какими-то плотными у меня все более легкие увлажняющие без пудры раз раз нанесла прекрасно держится очень просто тушуются для меня это просто что-то что забросила в косметичку и в машине где-то подкрасилась где-то там на бегу если вы любите румяна особенно кремовые то вот очень достойный вариант я кстати нашла у себя в косметичке что-то похожее что-то что меня вдохновило как раз на покупку именно этого цвета покажу вам в аналогах люкса но это то что я выбираю на эту осень и зиму такой необычный для меня оттенок который в жизни смотрится очень мило румяна которая подарила мне моя подруга вика из германии как-то давно мы с ней обменивались косметикой так и не сняли ролик это марка эссенс оттенок 40 если вы потеряли вику в своих подписках то обязательно загляните к ней на канал потому что она роскошная девушка как в реальной жизни так и те макияжи которые она показывает на своем канале вообще считаю что у нее самые красивые макияжи на ютюбе я уверена что вика мне плохого не подсунула это матовые румяна очень красивом оттенке то ли пыльной розы вот что-то такое знаете что подойдет каждому макияжу когда не знаешь что нанести выбираете румяна и будет тебе счастье они настолько плавно наносятся сейчас я прям сильно загорела и вы можете так чуть-чуть наблюдать их на моих щеках но до того как мы поехали на море эти румяна очень красиво выглядели на коже и никогда не скажешь что это не мак какой-нибудь или не make up forever прям вообще отменная находка и спасибо вике за такой подарок карандаш который у меня в трех а то и в четырех экземплярах от марки пупа оттенок 4 наверное самый продаваемый он очень красивый лилово пыльно-розово-коричневый я могу его накрасить с любой помадой и также с румянами я просто ввожу контур и на центр губ румяна он не светлый он довольно темный но сейчас например я использовала его с такой полу нюдовой помадой и тоже очень хорошо это мой несменный фаворит такой самый настоящий мастхэп помада которая сейчас у меня на губах от марки джеффри стар называется оттенок крисмас куки ну вот не тянула меня к этой косметике ну прям от слова совсем а потом я получила несколько помад и я вот как-то поняла за что так многие хвалят эти средства они не похожи на другие это матовая помада очень тоненько ложится на губы она вообще не стягивает их она аккуратно съедается то есть не комкается как-то и у них такие интересные оттенки также эти же помады используют в качестве подложки по тени поэтому те которые потемнее я буду наносить именно так я сейчас немножечко отошла от таких прям сильно холодных лиловых я вот недавно накрасила губы своей любимой матовой помадой в оттенке 13 от сифоры и смотрю не то пальто наверно хочется чего-то свежего каких-то других оттенков и я думаю что это было попадание в сердце я куплю себе полноразмерную а еще мне нравятся всякие малиновые оттенки тоже раньше никогда не использовала сейчас мне кажется просто с ресничками этот цвет настолько красиво освежает молодит и да я не всегда просыпаюсь таким персиком хочется что-то там подкрасить что-то там подкорректировать и добавить цвета и вот эта помада от марки люкс визаж в оттенке 113 кстати многие из вас отмечали что да она еще более интересно смотрится на губах и что-то такое вот чего я раньше не носила этих помад очень хороший пигмент да они немного ощущаются на губах но для меня это не проблема я привыкла к такой формуле если хочется чего-то необычного или чего-то яркого то стоит заглянуть к люкс визаж особо не потратимся но зато поэкспериментируем попробуем что-то новое и например хотите красную помаду но не планируете пользоваться ей слишком часто у них тоже есть очень красивый красный оттенок я показывала их на губах в моих бюджетных фаворитах летом да и вот это тоже менее насыщенные но супер аппетитные на губах вот такие прям сочные это пикси причем эта помада вот такой лип максимайзера на с небольшим мятным эффектом но это просто сначала чуть-чуть ощущается потом как-то сходит на нет и для меня это и не хорошо и неплохо могло бы и не быть но приятно что есть нечто такое дополнительный какой-то бонус к увлажняющему блеску это просто очень очень красивый подчеркивающий внешность оттенок и я постараюсь найти его где-то онлайн потому что он тоже был в пиар рассылке ничего не ожидала оказалось что сейчас часто так думаю где этот блеск да возьму с собой да возьму с собой и для меня это самый большой показатель того что мне хочется пользоваться этим средством также помада обалденная от марки лора мерсье очень красивая малинка пожалуй самая кремовая помада которая у меня есть очень красиво ложится на губы не подчеркивает шелушение ухаживает за ними и придает красивый цвет я использовала ее в собиралке и на щечки и даже иногда на веки наношу такое для меня универсальное средство но это просто супер качественная помада по поводу ухода за губами это средство мне подарила марго когда я делала у нее ламинирование и долговременную укладку бровей кстати я очень довольна буду повторять эти процедуры но я думаю что не прям так через полтора месяца когда захочется когда найдет на меня и она является официальным представителем beauty drugs здесь в кракове и она говорит вот возьми на пробу и я брала это средство с собой в отпуск это очень крутая маска для губ я бы даже сказала что это такой плотный бальзам для губ от beauty drugs настолько приятное вот плотное средство мы с томиком использовали вдвоем у меня часто и обгорают и обветриваются губы на море и это было моим спасением я обязательно сохраню эту баночку на зимнее время года потому что это чудеснейшее средство которое хорошо питает восстанавливает смягчает губы и просто ухаживает за ними и этот эффект остается надолго если вы красите кого-то если вы любите на ночь что-то нанести обязательно обратите внимание на это средство здесь супер большой объем мне кажется что хватит на полтора года также из ухода я покажу всего несколько обязательных для меня баночек речь даже больше идет о каких-то формулах о каких-то конкретных компонентах если вы захотите скорее всего да то я сниму отдельное видео также я уже запланировала видео о моих самых любимых кислотах из разного ценового сегмента и кислоты разного формата в основном все для новичков для такого безопасного домашнего использования так что ждите такое видео будет где-то в начале возможно в середине сентября одно из моих супер важных правил что касается осеннего и зимнего ухода это переход на супер мягкое улажняющее средство для умывания недавно говорила это может быть церавем улажняющий гель или же рэн у них очень классное такое интересное средство андалу натурал с кокосовой водой пенка и также мне нравится айзенберг да вот этот не пенящийся гель он хорошо удаляет макияж все вот эти средства прям горячо любима уже на протяжении нескольких лет также я стараюсь использовать на ночь более такой питательный крем и в прошлом году я открыла для себя крем от марки веледа в этом не помогла вика моисеева она порекомендовала мне его очень хорошее универсальное средство даже если вам не подойдет для лица вы однозначно используйте его до конца для тела для рук для ног потому что у него очень хороший безопасный состав несмотря на то что он такой плотненький прям такой защитный крем многие его приобретали после моих рекомендаций и вы говорите что это просто безупречный крем на холодное время года я очень рада быть полезной и я наношу его на лицо он не забивает мне поры он очень хорошо восстанавливает кожу за ночь утром личико такое мягкое напитанное оно не жаждет увлажняющим креме но не просит пожалуйста сделаю что-то со мной после кислот часто его наношу после кислотной маски например после кислотного пилинга сейчас забыла принести очередной мой маст хэв это пилинг кровавого от марки the ordinary несмотря на большую концентрацию аха кислот по-моему там 30 процентов у меня ни разу не было никаких сумасшедших шелушений у меня никогда не было там супер покраснений просто держите его сначала супер короткое время конечно сначала делаем тест да посмотреть чтобы не было никакой аллергии если все окей то наносим не сразу на 10 минут а постепенно там раз в неделю скажем на минуту потом на полторы минуты осторожно обращайтесь с вашей кожей она отблагодарит вас это мой очередной маст хэв дальше мне очень очень подходят маслянистые формулы витамина c самые любимые у меня три это стабильная форма витамина c не аскорбинка а именно что-то что работает не так агрессивно не так сильно не так быстро но в моем случае тише едешь дальше будешь поэтому я предпочитаю нечто такое и также это сразу не просто осветление не просто там антиоксиданты антивозрастное действие а еще и питание восстановление защитных функций здесь очень хорошие масла я обожаю эту сыворотку она уже у меня на две трети даже чуть больше использована я показывала ее в своих фаворитах этого лета здесь три вида витамина c все они в той формуле которая работает с этим жирным хвостом и также здесь масло примулы вечерний что очень хорошо подходит моему типу кожи это универсальное не супер жирное масло я наношу витамин c утром под крем и даже сегодня я использовала и увлажняющий крем и это средство еще увлажняющий тон да у меня лицо блестит но мне такое нравится у меня сейчас суховатая кожа в принципе после загара поэтому она принимает все что угодно и мне нравится такой эффект поэтому даже маслянистые средства я использую на день и также мэтт хиппи и за и херп очень классная сыворотка с витамином c на маслянистой основе и медикейт просто выбирайте концентрацию там 7 процентов я даже использовала 15 просто отменная мне очень нравится но если вы знаете что у вас жирная кожа вы не приемлете жирный блеск и все вот эти жирные текстуры то конечно же просто выбирайте что-то другое если бы я брала с оскорбинкой что-то то это была бы сыворотка от it's skin тоже тоже оставлю вам ссылку и она конечно же работают как легкое отшелушивающее средство которое работает быстрее чем вот эти маслянистые и да очень хорошо выравнивает оттенок это действительно один из моих таких настоящих фаворитов возможно к ней вернусь но посмотрим пока что мне нравятся вот маслянистые всякие и так как у меня небольшой формат крема от веледа я знаю что он закончится быстро я планирую допользовать тоже одного из моих самых любимых кремов из такой категории поплотнее что-то защитное что-то что работает на восстановление защитного барьера это крем от марки доктор джарт церамидин у них есть разная форма выпуска то есть можно взять что-то полегче мне нравится прям такой бальзамовидный и на ночь очень хорошо с пептидной сывороткой я рассказывала о ней в одной из битв брендов это чудеснейшее средство давайте мы более подробно поговорим об этом в уходе на осень и зиму но я знаю что одно другому не мешает то есть церамиды и пептиды это отменное сочетание то есть они не конкурируют а наоборот дополняют друг друга и когда закончится вот этот мой крем или наоборот сначала этим попользуюсь в общем планирую пройти курс пептидов так что пептиды церамиды витамин c кислотный пилинг раз в несколько недель и очень легкое умывание это вот те основы которые я хотела бы озвучить в этом видео на этом у меня все я надеюсь что вам было интересно не забывайте поставить пальчик вверх если вам нравятся такие ролики и также я подумала что неплохо было бы сделать конкурс поэтому давайте разыграю что-то чисто от себя я сохранила для вас очень классную палетку которую мне подарили за покупки в сифоре эта палетка от марки smashbox там есть тени на каждый день что-то поярче также я приобрету для вас карандаш от марки пупа добавлю еще кое-что и я думаю что вот такой небольшой осенне-зимний наборчик отправится в любую часть мира за мой счет поэтому участвуйте как обычно условия будут самыми простыми все во всех целую обнимаю пока пока до новых встреч уже совсем скоро